Пудов Алексей Григорьевич, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин экономического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Автор более 100 научных статей и монографий, учебных и учебно-методических пособий, критических статей и лицензий, средствах массовой информации и публицистических изданий. Сферы научных интересов. Профессиональное искусство Якутии и современная художественная культура. Изобразительное искусство, театр и кинематограф. Философия сознания и культуры. Эстетика символического сознания в период социокультурных изменений модернизации этнических культур. Кандидат философских наук. Добрый день, уважаемые слушатели. Тема нашей сегодняшней лекции «Стремительная эволюция искусства Якутии в XX веке». Сегодня очень большое внимание уделяется проблеме культуры, в том числе и вопросам, как развивалась культура. Западные исследователи выделяют несколько основных культурных этапов, которые прошла в своей эволюции западноевропейская культура. Эти этапы обозначаются следующим образом. Домодерн, премодерн, модерн и постмодерн. И вот здесь возникает вопрос, когда мы обращаем свое внимание к самим себе, к развитию нашей якутской культуры, то хотим узнать, а адекватно ли наше развитие той теоретической базе, которая наработана исследователями по культуре, как отечественными, так и зарубежными. И вот здесь получается следующее. Вот те основные этапы, о которых я сказал, примерно, по меньшей мере, занимают почти 15 веков. Если мы будем отсчитывать премодерн с эпохи Средневековья, это приблизительно 5 век нашей эры, по 21 век, это как раз будет примерно 1500 лет. И если говорим о развитии культуры, причем на примере нашей культуры, на примере развития искусства, профессионального я замечу, то здесь уходит примерно чуть более 100 лет. В связи с этим, сравнивая вот тот срок и наш срок, можно сказать о том, что наша культура прошла определенные этапы, но мы пока не знаем, как они соотносятся с теми этапами, которые прошла западноевропейская культура, за приблизительно вот этот очень короткий срок. То есть это был достаточно интенсивный этап по переработке, осмыслению и перевариванию всего того культурного багажа и капитала, который сложился у нас на настоящий момент. Имеем ли мы право перенести как лекало вот эту теоретическую базу на наши собственные уникальные культурные процессы? И здесь вот в анализе культуры мы обращаемся к развитию одного из феноменов – это искусство. Вот почему именно искусство? Вы, наверное, знаете, что искусство – это авангард культуры, это определенный механизм по осмыслению, овладению, перевариванию культуры. И это очень важно. Кроме того, именно в искусстве меньше вранья, в отличие от идеологии социальной или политической. Кроме того, искусство мыслит символическими конструктами, которые, по сути, если выражаться в философской терминологии, антологичны, то есть привязаны к бытию человека. То есть искусство нам показывает истинное бытие человека, несмотря даже на то, что высокие достижения науки и техники также представляют из себя определенные результаты. И вот уже на рубеже XIX и XX века, когда в апогее находилась культура модерна, один из известных европейских философов Ридрих Ницше поставил свой диагноз. И этот вердикт звучал следующим образом. Бог умер, мы убили Бога. И в связи с этим европейская культура как бы отрефлексировала очень важный момент. Было подбито одно из последних оснований нравственности и морали. И это очень важно. Мы, обращаясь к своей национальной культуре, к своему этническому сознанию, на уровне даже подсознания чувствуем, что если мы утратим свои исконные корни, то как раз утратим вот эти основания нравственности и морали. Тем более, зная вердикт, который мы обозначили фразой Фридриха Ницше, не хотим, чтобы боги умирали, не хотим потерять основания морали и нравственности. В настоящий момент эпоха модерна, европейского модерна, заканчивается. Начало ее основано где-то порядка с началом эпохи нового времени. И основным, основополагающим мировоззренческим конструктом является то, что искусство в эту эпоху начинает интенсивно осваивать, осмыслять и анализировать все культурные процессы. Очень важно охарактеризовать вот эти качественные характеристики вышеуказанных культурных этапов. До модерн, если анализировать с точки зрения присутствия искусства, искусство там было не само по себе, оно было составным элементом традиций, ритуалов и вообще вот этого системы мифологического сознания. Там искусство просто лишь помогало напоминать человеку о его человеческом происхождении. Далее наступает эпоха премодерна. Искусство интенсивно начинает анализировать все культурные процессы, осваивать их. И вместе с тем там появляется очень важный символический конструкт – это присутствие Бога. Эпоха премодерна – это искусство, которое осмысляет культуру, и там присутствует очень важный ценностный аспект, как Бог. Эпоха модерна начинается с того, что вот есть мир, есть субъект, изучающий этот мир, и есть концепт Бог. Вот этот концепт Бог как раз потихоньку начинает уходить на второстепенные позиции. Ну почему это происходит? Это происходит в связи с тем, что в XVII веке, как вы знаете, появляется современная, в современном понимании наука с ее методологией, с ее ценностями, с ее нормами, которые были провозглашены очень крупными европейскими философами, как Рене Декарт, Галилео Галилей, Готфрид Лейбниц. Ну кроме того, еще были тоже крупные исследователи, ученые, вы знаете, наверное, английского философа и физика Исаака Ньютона. Он, кстати, к тому же был еще и теологом. И вот здесь, в эпоху модерна, концепт Бог начинает уходить на второстепенные позиции. И к чему это привело? Уже в конце XIX века Фридрих Ницше сформулировал как то, что мы Бога убили. И вот интересно перенести вот эту методологию на наши культурные процессы. Несомненно, развитие якутского искусства – это эпоха премодерна, потому что там присутствует очень важный пункт, о котором мы сказали выше. Искусство начинает интенсивно осмыслять культурные процессы. Это раз. Мы начинаем мыслить посредством искусства. Вот есть даже такое хорошее выражение, такая метафора. Искусство – это машина мысли. Любое произведение искусства, причем такого очень крупного художника, это как раз механизм, с помощью которых этот человек мыслит об окружающем мире, о разных процессах. Наш современник, северянин, одной ногой стоит на мифологическом мировоззрении. Вот это мифологическое мировоззрение отчасти как раз совпадает с эпохой домодерна и чуть-чуть премодерна. А с другой стороны, так как мы все со школы знакомы с фундаментальными науками, у нас рациональное, в принципе, сознание, мы все рационально рефлексируем, у нас логический аппарат мышления, поэтому другая нога наша как бы основана на рационально рефлексивном логическом сознании и мировоззрении. И вот с этой точки зрения очень важно продумать, а к какой культурной эпохе будут принадлежать все культурные процессы на примере искусства, которые происходят у нас в республике. С точки зрения современности мы имеем три основные позиции. Вот если брать на примере современного изобразительного искусства, у нас они выражаются следующим образом. Есть художники, чье творчество выражает как бы ностальгию по утерянному раю нашего детства. Люди как бы обращаются к тому традиционному прошлому, которое связано с сельской жизнью, с аграрным экономическим хозяйствованием. И вот они чувствуют, что это уходит, и они с ностальгией оборачиваются и пытаются это уловить и осмыслить то, что мы почти на глазах начинаем терять. Если брать художников, то очень ярко эту тенденцию выражают такие два художника, на мой взгляд. Это Андрей Чикачев и уже покинувший нас Алексей Евстафьев. Вот их творчество, если вы посмотрите, очень четко выражает вот эту ностальгию по утраченному раю детства. Вторая позиция выражает желание осмыслить то, что мы утрачиваем. Я вот называю это этнический символизм. Попытаться уловить то, что может быть уже исчезло. С точки зрения именно философского такого художественного, эстетического анализа. И к этой плеяде художников, и мы говорим только об изобразительном искусстве, можно отнести таких художников. Прежде всего, это наш известный якутский график Валериан Васильев. Также известный, не менее известный художник-график Афанасий Мунхалов. А из среднего поколения, ныне здравствующего, можно отметить следующих. Это Надежда Федулова, Галина Акаемова, Михаил Старостин, Кирилл Гаврилев и ряд других очень интересных художников. И есть еще третья тенденция. Она связана с осмыслением тех социальных процессов, которые остались в 20 веке. Можно назвать медитативным осмыслением истории 20 века. Среди них очень два ярких художника. Это однофамильцы Эдуард и Артур Васильевы. Если мы будем анализировать все вот эти три течения, то там будут вырисовываться две такие очень важные тенденции. С одной стороны происходит обыгрывание в современных формах искусства этнического символизма. А с другой стороны происходит процесс сочетания в рамках одной формы символов разной природы. Тех же этнических символов. Они мифологически концептированы, так можно назвать научно. А с другой стороны других универсальных, метафизических, философских, религиозных. И вот это, кажется, мне начинает осуществляться. И вот эту культурную эпоху мы для себя называем этномодерном. Этот термин уже использован нашими искусствоведами якутскими для характеристики процессов в изобразительном искусстве. Но это мы можем распространить и на другие все сферы современного искусства. Думая о каких-то культурных задачах, которые стоят перед нами, мы должны, наверное, попытаться набросать какую-то определенную программу развития, саморазвития нашей культуры, в которой очень важно будет первое обратить внимание на то, что мы должны выявить вот эти наши этнические ценности, наш спектр, уникальный спектр этнических символов. Мы его должны выявить и отрефлексировать, причем в разных сферах, в разных искусствах. Далее мы должны попытаться изобрести новые формы культуры, в которых бы новым светом заиграли бы вот эти этнические символы. Необходимо придумать такие формы, которые бы, сочетая в себе символы не только нашей родной культуры, но и других иных культур, породили бы новые смыслы. И тогда наши ценности, наши этнические символы имеют возможность семантически обогатиться и обрести какой-то существенный, очень важный капитал, необходимый в нашем современном мире. Анализируя вообще культуру, можно попытаться представить, образно представить культуру в виде человека. И тогда нам становится более понятно, до этого мы сказали достаточно теоретично, а сейчас мы можем представить вот этническую культуру в виде человека, скелет у которого будут представлять из себя вот эти указанные выше мной этнические символы. Они как бы стержень, мышцами вот этого тела культуры будут являться формы культуры, в которых индуцированы вот эти этнические символы. И, собственно, телом культуры станет социальный код, менталитет и ценности. Вот в таком понимании нам становится более прозрачно и понятно то, что я только что выше сказал относительно того, что мы сейчас одной ногой находимся на своем этническом лоне, другой ногой мы находимся на универсальном лоне. И наша задача использовать преимущество обоих, совершить вот такой культурный синтез, обогащая свою национальную культуру и сопрягаясь с какими-то универсальными ценностями, символами, что-то новое и важное, необходимое, насущное нашей современной жизни в науках, технологиях, в искусстве том же, в философии. Если говорить очень кратко, такими крупными мазками, о эволюции в XX веке искусства Якутии, то, например, изобразительное искусство прошло следующие важные этапы. Оно вначале мифологически пыталось мыслить, все представляло там в тотальной пространственной категории. Это была как бы попытка изобразить на холсте наши национальные мифы, ну, зафиксированные в Алан-Хо. Потом появляется тенденция к реализму. Был определенный стиль эстетический, он назывался социалистический реализм или соцреализм. И в рамках этого стиля там появляется вот этот соцреализм, появляется еще так называемый суровый стиль, который впоследствии перетекает в очень такое яркое явление, как якутская графика. Она стала, кстати, известна не только у нас в России, но и далеко за рубежом. Ну и впоследствии все это выливается в изобразительном искусстве к концу XX века вот в этномодерн. В этномодерн с абстракциями, с экспрессией и разными такими символическими аллегориями. Если мы будем говорить о театральном искусстве, то здесь процесс с начала XX века прошел следующую эволюцию. Вначале наши режиссеры обратили внимание на глубокую якутскую психологию. Ну, родоначальниками нашего национального театра является анимподист Сафронов Алампа, Глебов, Слепцов, Потапов, а потом Василий Фомин. И, наконец, потом появляется символический, так я его называю, театр Андрея Савича Борисова. Потом появляется медитативный театр Юрия Макарова. И сейчас появляется еще ряд новых молодых режиссеров. В частности, оттачивает свой стиль Руслан Тараховский, Лена Иванова-Грим. Сделал заявку на свой авторский метафизический театр Сергей Станиславович Потапов. Появился, наконец, театр Олон-Хо. Музыкальная культура поначалу заинтересовалась в поисках почти исчезнувшего национального символизма, который выражен в напевах, в мелодике как голоса, так и национальных музыкальных инструментов, в частности, крымпы и варгана хамуса. Ну и затем произошел синтез символов разных культур. С одной стороны, своей якутской культуры и других каких-то символов музыкальных культур иных народов. Самая стремительная эволюция происходит буквально на наших глазах и занимает, наверное, порядка только 40 лет. Это кинематограф. Появилось очень много интересных молодых режиссеров. Вы их прекрасно все знаете. И эта стремительная эволюция буквально разворачивается на наших глазах, и вы являетесь ее свидетелями. Интерес у кинематографистов был следующий. Вначале там был большой этнографический интерес. Затем внимание они переключили на психологический портрет Саха, который как раз испытывает перелом в своем собственном сознании. Затем появляется поиск современного героя. И, наконец, в настоящее время происходит как раз вот этот синтез символов разных культур. Это вот как раз то, что мы обозначаем термином этно-модерн. Ну, если вы меня спросите о конкретных примерах, что мы можем из произведений искусств назвать какими-то определенными вехами, вписывающимися вот в эти этапы, а у нас получается вот эта стремительная эволюция, занявшая чуть больше ста лет, затрагивает два этапа – премодерн и этно-модерн, то можно сказать следующее. Завершение эпохи премодерна – это наш легендарный спектакль Саха театра под названием «Голубой желанный берег мой». А если говорить о ярких проявлениях этно-модерна, то в киноискусстве я бы назвал тоже отмеченный искусствоведами фильм. Он, кстати, занял первое место на Якутском международном кинофестивале несколько лет назад. Это фильм Сергея Жепотапова, театрального режиссера, но он также и увлекается кинопроизводством, снимает фильмы. Этот фильм называется «Джёгёй Аи». Яркие представители этно-модерна в изобразительном искусстве – это у нас сейчас Михаил Старостин, Сардана Иванова, молодой художник Анна Осипова, ну и ряд других художников, чьи имена тоже можно узнать. Вот ставшую популярной ещё в конце 70-х, 80-х годы якутскую рок-культуру надо отнести тоже к эпохе этно-модерна. Заканчивая, можно резюмировать и сказать, что этно-модерн – это не желание жить остатками, слепками европейского модерна. Это желание и попытка расширить наш собственный этнический символизм, попытаться обогатить свою национальную культуру богатством и капиталом, наработанным всей мировой культурой. И можно ещё сказать несколько метафорически, сейчас нам важно найти новых помощников, вот этих символических птиц, которые с высоты своего полёта увидят далёкие земли и обетованные берега. Ну а теперь я готов выслушать ваши вопросы. Этот год проходит под знаком успеха кинофильма «Тойон Кыл» и «Царькиц». То есть, к какой эпохе относится данный фильм и как вы считаете, в чём заключается загадка успеха и огромная популярность данного кинофильма? Ну прежде всего надо отметить, когда мы говорим об этом фильме «Тойон Кыл» Эдуарда Новикова, что он создан по классическому произведению, ну скажем, это советская эпоха, по произведению, если я не ошибаюсь, Василия Яковлева. По этому принципу его можно отнести к эпохе премодерна. И мы должны в соответствии с этим тоже отнести данный фильм к эпохе якутского премодерна. Однако вот здесь скрывается очень такая важная, существенная вещь. Она как раз и будет разгадкой на тот вопрос, почему этот фильм получил гран-при международного московского кинофестиваля. Это связано с тем, что эпоха модерна вот этой западной культуры сейчас заканчивается, и они как бы оглядываются по сторонам. У них очень большой интерес к эпохе премодерна. И когда они видят произведения искусства, созданные именно вот в этой парадигме, где присутствует совсем непонятное им мифологическое сознание, то это вызывает неподдельный живой интерес. Мне кажется, загадка заключается именно вот в этом. В 90-е годы ярко взошли новые имена якутских художников, которые сегодня стали мастерами своего дела. А есть ли новые имена, и чем они отличаются от того поколения? В 90-е годы это вот как раз такой яркий всплеск вот этого якутского этно-модерна. Там появилась целая плеяда молодых художников. Но сейчас их тоже, в принципе, можно назвать молодыми художниками. Здесь условно все привязано не обязательно к возрасту. Им сейчас порядка за 40-50 лет, или даже может быть чуть больше. Но они считаются молодыми художниками. Может быть, они ошибаются, но такая классификация у искусствоведов существует. А сейчас очень большое внимание, мне кажется, уделяется вот такому направлению, как дизайн, если говорить совсем о молодых. И у них больше... Это прагматическое поколение, и поэтому у них очень много интереса именно как приложить свои эстетические таланты и возможности для прикладного применения. Это значит не только такие высокие эстетические поиски, это возможность заработать, это возможность практически приложить где-то свои умения для того, чтобы люди именно в массовой культуре, массовый зритель бы оценил это. Это очень важно, мне кажется, тоже. Они должны быть очень плодовитыми, и они должны быть очень работоспособными. Поэтому это как бы новый вызов эпохи, современной эпохи глобализма, современной эпохи массового потребления. Поэтому они поставлены в не менее жесткие условия. Мне кажется, сейчас уже... Я не буду называть имена, они есть, но такие художники появляются. Театр Олонхо самый молодой театр. И вот зачем нужен отдельный театр, если есть Саха академический театр? Вы, наверное, знаете, что вот как раз театр Олонхо, когда он только сформировался, там был большой интерес к национальному японскому театру Кабуки. Я вот потом подумал, ну да, с точки зрения посмотреть на эстетику японского театра нашим театралам, представителям нового совсем театра Олонхо, является очень важным таким шагом. Это принципиальный момент. Но с другой стороны, если философски так посмотреть на эту ситуацию, то можно понять, оказывается, театр Кабуки решал принципиально важную задачу, точно совпадающую с той задачей, которая стоит сейчас перед театром Олонхо. В Японии, а это было примерно где-то 300-200 лет назад, когда появлялся этот театр, причем массовый театр, театр для массового зрителя, там постепенно наступала эпоха модерна. И они почувствовали, что они будут утрачивать свои национальные ценности, свой японский символизм страны Ямато. И им надо было решить задачу по консервации вот этого спектра своего этнического сознания, символов своего этнического сознания. И они это осуществили. Точно так же сегодня мы должны попытаться с одной стороны законсервировать наш этнический символизм, который закодирован в текстах Олонхо. И с другой стороны использовать современные формы для того, чтобы предложить это современному зрителю, сознание которого не только мифологичное, но и рационально-рефлексивное. Надо найти вот эти новые формы культуры по доставке нашего национального богатства современному зрителю. Как повлияет интернет на культуру и искусство в Якутии? Некоторые культурологи, философы говорят о том, что сейчас наступила эпоха информационного общества. Ну, вы все прекрасно знаете, появились новые технологии, связанные с развитием цифровых коммуникаций, там блокчейн и так далее, искусственный интеллект. Мне кажется, очень важно научиться вот в эту информационную эпоху доставлять результаты и плоды нашей культуры в любые точки мирового пространства. Это очень важно. В эпоху глобализма не затеряться, а выработать. Причем выработать на потребу массовому потребителю какие-то такие очень важные вещи, но которые бы обогатили другие культуры и с другой стороны не дали забыть о том, что есть такой небольшой народ с такими очень важными ценностями, с такой очень интересной эстетикой. Несомненно, сейчас это уже происходит, это называют термином CG, это компьютерная графика, поэтому, может быть, многие художники будут осваивать вот эти цифровые технологии и делать такие комбинации, как бы, сочетающие себе использование этих технологий и использование традиционных технологий. Поэтому, наверное, будут рождаться какие-то новые формы, может быть, будет появляться какое-то медийное искусство. Поэтому, ну, здесь сказать сразу сложно, но вот что-то вот в этом ракурсе, мне кажется, появится и уже появляется, в принципе. Хотела спросить о театре Андрея Борисова. Какие спектакли самые ключевые в его карьере режиссера? Здесь нужно быть осторожным, потому что можно обидеть художника. Каждый спектакль для режиссера как ребенок. Спектакль это не кинофильм, его как бы не сохранишь на каком-то носителе. Поэтому спектакль рождается, живет своей жизнью. И подчас так случается, что он умирает. И мне кажется, что у Андрея Савича Борисова все спектакли значимы. В социально-культурной ситуации они попадали в точку и пытались разрешить те проблемы, которые возникали перед социумом. Я вот уже сказал, что настоящее произведение искусства пытается осмыслить вот эти процессы, которые происходят в обществе, которые происходят в его духовной жизни. И мне кажется, у Андрея Савича Борисова многие спектакли как раз являлись такими ключевыми и попадали именно в точку. Как массовая культура, которая уже распространилась во всем мире, может повлиять на национальные культуры? И может ли быть, что она может поглотить другие процессы? Вы уже, как бы задавая вопрос, в принципе, ответили. Сейчас мы это наглядно видим. Знаете, массовая культура оперирует знаками. Вот когда я говорил сегодня о процессах культуры, я часто использовал слово символ. Символ непосредственно связан с бытием. Он непосредственно связан с каким-то таким очень важным образным началом, которое дарит человеку бытие, помогает ему реализоваться. Но проще всего не прикладывать усилия, а обозначить что-то просто знаком. И это тогда становится доступно для широкой аудитории. Вот это как раз массовая культура, это знаковая культура, которая становится, она не элитарная культура, она очень становится близка широкому зрителю. В связи с этим определенные эстетические каноны, конечно же, деградируют. ценности вымываются и естественным образом массовая культура в целом понижает духовный уровень культуры. Однако здесь важно отметить, что с другой стороны без массовой культуры, ну, например, без кинематографа мы современную жизнь представить не можем. А кинематограф, кино, это тоже продукт массовой культуры. Поэтому здесь как бы палка о двух концах. С одной стороны, это очень опасная тенденция, она действительно поглощает, а с другой стороны, она тоже дарит очень важные, очень дарит важный культурный капитал, нарабатывает. Какие виды искусств у нас недостаточно развиты? Есть объективные условия для реализации тех или иных видов искусства. Ну, например, 20-й век достаточно сложно было развивать театральное искусство. И вот получается для того, чтобы был театр, необходимо собственно помещение, большие залы и так далее. это достаточно дорого стоит. Но тогда была развита литература и совсем не был развит кинематограф. С развитием технологий кинопроизводство стало доступно, причем на достаточно высоком уровне. И вот буквально за какие-то последние 10 лет у нас прямо произошел такой настоящий кинобум, потому что большая потребность со стороны массового зрителя это первое. Во-вторых, доступны стали технологии. Раньше просто говорят кинопленка, цветная кинопленка качественная, стоила очень больших денег. Ну а сейчас вы можете все снимать на цифру и эта цифра в принципе доступна уже вам, причем очень высокого качества. Но если например брать о таких современных видах искусства, которые могут быть не совсем развиты, вот например есть такое движение стрит-арт, вы наверное слышали, или видели, что у нас одна из тоже разновидностей, на некоторых домах начинают рисовать художники очень большие рисунки, какие-то абстрактные, какие-то символические рисунки. Но сами понимаете, что это не Нью-Йорк, город Якутск. Во-первых, холодно 9 месяцев в году. Во-вторых, для этого надо тоже существенные материальные ресурсы, нужны определенные технологии для того, чтобы нарисовать такие рисунки. Ну и может быть сама культурная почва, она еще не созрела для того, чтобы некоторые направления и виды искусства ярким образом себя проявили. Хотя они тоже есть. Я вот говорю о стрит-арке. Он присутствует в принципе все основные виды искусства у нас развиты, причем на очень высоком уровне. Нам могут позавидовать многие регионы нашей страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok